Итак, привои. В дополнение к первому выпуску, где мы рассматривали варианты, как можно хакнуть такие, сделать аналоги типа ферро, типа кобальт и хакнуть, в принципе, эту тему, вот я хочу, конечно же, еще высказать кое-какие мысли по поводу лагинарии, потому что, конечно же, у вас закрылась мысль, если вдруг кто смотрел, то, а почему бы арбузики-то не прививать на лагинарию? Вот, зачем эти танцы с бубном? Ну, конечно же, понятно зачем, потому что есть еще замечательная дыня, которая так просто на лагинарию не привьешь никаким макаром, вот, поэтому вот так. И, соответственно, если ты хочешь получить классные шаранты, вот, или гигантскую канталубу, которая у нас еще, кстати, растет, именно гигантская, вот, то, конечно же, лучше всего это делать на привое, вот, на подвое, и на каком-то хорошем. Его можно попытаться получить, вот, именно для этого, как бы, и стоит заморачиваться с тыквами. А что делать с нашей лагинарией? С лагинарией тоже можно экспериментировать, и как раз об этом я хочу поговорить чуть более подробно. В общем, тут тоже будет маленькое расследование, и еще в конце подытожим по обоим выпускам. Смотрите, если вы курили эту тему, даже если вы пытались делать, не пытались, курили, как бы, эту тему на практике и в теории, то вы, наверное, знали, что в ютубе есть разные показатели по лагинарию, и, в принципе, в интернете. И есть заявленные такие вот заявочки 80-100 килограмм урожая с одного корня. Посчитайте, если вы выращивали когда-либо лагинарию, хоть какую из распространенных, гусь, это не гусь, это длинная колбаса, неважно, ну, там килограмм 20 максимум, что у вас вырастет с одного кустика, это вот 100%. Вопрос, откуда берется сотка по арбузам? Ну, как бы, он такой, как бы, тонкий вопрос, ну, арбуз даст плеть, плеть даст корень, корень пойдет в рост, ну, то есть, круг замкнется и, как бы, накачается. Ну, как бы, такой вариант, интересный вариант, как бы, у одного товарища я нашел видосик, где он такой прохаванный товарищ, он экспериментирует с подвоями и бахчу выращивает промышленно, вот, и, соответственно, у него опыт есть, и он извращается по-разному. Он, например, фицефалию берет, на фицефалию прививает, что он там, на фицефалию, какую-то лагинарию, какую-то, я не знаю, какую-то, вот такую, не такую, не знаю, и потом уже арбузик прививает, вот, и, в общем, у него, что-то там, 25 килограмм арбуз, вот, такого плана выходит из года в год, рекордсмен, но, на чем этот рекордсмен строится? Я подсмотрел у него, подсмотрел, когда он собирал урожай, у него запалилось вместе с его арбузятнями и всем остальным, вот, что-то такое, немножко недозрелое, на кабачок не было похоже, тут вот такая вот бошечка была, башулька такая была небольшая, и тут как-то так туповато шло, и оно было похоже на недозрелый плод вот этой вот гигантской зубки, понимаете? Эта гигантская зубка собирается недозрелой, в том числе, для того, чтобы кушать как кабачок, я бы не сказал, что тот плод был очень сильно похож на кабачок, он был похож на такую вот гигантскую дзуку, но маленькую, и тут меня осенило, что, возможно, кто-то из тех товарищей, которые заявляют по 100 килограмм урожая с корня, и те, которые заявляют по 25 килограмм ягоды ложные, то есть арбузик, рекордсмены, наверное, что-то тут, что-то тут не просто так, возможно, это не одно за другое зацепилось и пошло в плюс, и корни разрослись, обычный, например, там какой-то, допустим, какого-то там тюленя в этих пятнах, или как он там, гусь в этих, не помню, в пятнах, неважно, в яблоках, вот. А что-то другое, и, возможно, это вот что-то такое, вот этот вот гигантик, вот этот вот, вот этот вот, он такой более бутылкообразный, но тоже огромный, а вот этот вот уже под сотку растет, это самый большой вроде бы как, заявлен. Я, дурак, купил только вот этот вот, зуку только, а на этот не обратил внимания, неважно, вот, потому что я с ютуба зашел и там посмотрел, вроде бы все устраивает, думаю, раз тут есть немного горлышка, рискну, а там еще есть и бутылочная огромная, так вот, бутылочная, я думаю, может получше немножко срастаться. Тут я смотрю, что семечки такие интересные, они не настолько длинные, вот это меня устраивает. Они, конечно, маленькие относительно, то есть не такие огромные, как я хотел бы, как хотелось бы, но они вот длинненькие, они вот такие широкие, это хорошо, будет лучше расщелкиваться. Я думаю, что они по виду вроде бы как, не настолько бронебойные, как обычные, как обычные, что у меня было. Ну и в принципе они все такие семена задержат. Короче, получается что? Что, возможно, этот тип и другие экспериментируют с большой такой вот лагинарией, и им открывается новый дивный мир, вот, и они по сотке собирают с корня, потому что я смотрел эти корни, ну там действительно огромный корень, большой куст, и с него под сотку килограмм собирают арбузов. И вот я подумал, что такое обычная лагинария. Ну как бы на самом деле это не катит, да? Какая-нибудь хорошая тыква, да, сотку может дать килограмм. Если ее там на холм, если ее под пленку, если ее поливать, то да, 100 килограмм, без проблем. Так вот лагинария как раз с проблемами в этом плане. И как бы вот так. Поэтому можно поэкспериментировать. Соответственно, все как бы очень просто. Можно взять несколько видов гигантских таких арбузиков, то есть лагинарий. Вот это я вот только две штуки нашел, которые... Они, кстати, не очень распространены, и так их даже в интернете не особо где можно купить. Вот. И, возможно, это будет воспроизводимо. И хорошо. Мне не нравится лагинария тем, что она как-то проращивается, не ахти. Я буду проращивать, пытаться в песочке. В песочке все хорошо прорастает. Потом с песочка все легко можно вытянуть с корешками и пересадить во что угодно. Вот. Соответственно, в песочке просто идеально все прорастает. Лучше, чем в тряпочке в данном случае, потому что вот эта вот штука, надо, чтобы как-то и дышало и все такое остальное. Что по поводу тех семян? Что по поводу тех семян? Которые в первом ролике были. Ну, смотрите. Там как бы я же выдвинул самую простую теорию, гипотезу, имея какой-то свой минимальный опыт получения межвидовых гибридов. Если бы маг, который был у меня, это Сатигерон, и маг папаша, который был, это в качестве папаши использовал, восточный маг. Если бы они так хорошо переопылялись, как тыквы изначально, то, скорее всего, между ними просто так бы мог быть крест даже. А так я кастрировал цветочки Сатигерона и его опылял маком восточным. И у меня получался гибрид. Именно конкретно этот гибрид очень хорошо получается. Ну, потом я обломался его дальше делать, я его много сделал, думал, на продажу будет очень красивый. Он не очень красивый получился, а то он цвел, этот гибрид, перманентно цвел до заморозков. Ну, такой симпатичный, плюс-минус, но как бы, чтобы вау, не получилось. Интересный, но как бы не очень. И, соответственно, рынок его не взял, и я его не смог не поднести. Даже красивейший, офигеннейший маг турецкий тюльпан не пошел. Ну, вот не пошел и не пошел. Ну, ничего, не получилось. Короче, то есть я имею некоторый опыт, и я так думаю, что если... Вот тыквенные переопыляются с большой охотой друг между дружкой и делают вот замесы всякие непонятные, то, наверное, бы маки у меня получились бы даже пчелками. Но, в принципе, в принципе, можно тоже ручками сделать. На самом деле гибрид F1 между двумя разными видами тыквы, это максима и чего-то там, и мускат делается проще всего, потому что даже двумя пальцами можно сделать. Даже если ты ленивец, у тебя три пальца, ты банально кастрируешь цветочек, еще когда он не раскрылся, еще когда пыльники маленькие, когда еще пыльца не созрела, там ее не видно особо нигде, срываешь эти пыльники, удаляешь, выбрасываешь, одеваешь пакетик бумажный, обвязываешь, все. Срываешь с другого вида цветочек, который еще не распустился, мужской, на подоконник его ложишь, кладешь, ложишь, как угодно. Вот твой выбор вообще. Жизнь полна выбора. И утречком он расцветает сам по себе, утречком он еще живой будет. Вот у него пыльца там уже будет зрелая. Вот. И, значит, этой зрелой пыльцой потом осеменяем. Все. И у вас сотка другая... Несколько таких операций. И у вас сотка другая семян есть. Для своего, например, пользования. Вообще не сложно. Там такие большие горошины, такие бульбы. Их обвязать проволочкой, там, с бумажкой. Элементарно. Вот. Это я с маками, конечно. Я с маками вручную делал. Я сделал там более килограмма, наверное. То есть я такую целую грядку окучил, колпачками одел. Я решил, не буду заморачиваться. Сразу же думаю, хорошо, наверное, будет. Хороший, красивый будет гибрид. Сделаю сразу много, чтобы не потерять время. И потом буду продавать. Сделал много, высеял, а он такой себе, как бы... Как я намучился там, это капец. Вот. А то все очень просто. За пять минут просто делаешь и все. И у тебя пару сотен семян есть гибридных. Вот. И к чему я призываю, опять же. Делайте гибриды между Максима тыквой и тыквой какой-нибудь семускатной. Например, между Мускат де Прованс или что-то такое подобное. И какими-нибудь там из Квинсленда Голубая или какая-нибудь там Твердокорая или какая-нибудь там Патимарон. Ой, не Патимарон, а в общем, не важно. В общем, ну что-то такое из Максима такое большое, красивое. Что такое? Что по сотке килограмм может брать. Вот. Зачем? Зачем? Делается это легко. В итоге вы получаете F1. F1 вы получаете пару сот семян буквально из двух там тыкв, да? И потом можно делать, экспериментировать с дынями. Если у вас они хорошо пойдут на дыни, то в принципе, в принципе, вы уже эту схему, вы уже эту схему утвердили, вы уже знаете, есть результат. И это можно воспроизводить в любых объемах. Проще всего где-то в чистом поле, если в больших объемах, где-то в чистом поле, где-то посреди кукурузного поля, делянка, вот, ряд Максима, ряд Муската, ряд Максима, ряд Муската, то, что надо, чтобы было мамкой обрабатываем гормонами, химическая кастрация, вот. папка цветет, мамку опыляет, туда еще улей какой-то маленький один, привязать там его еще на сладкую водичку, чтобы там, они там летали, вот. пару тысяч, чтобы полетало там, и все. Далеко, чтобы не улетало. И все. И у тебя просто вот, просто-просто огромная наработка. И ты можешь потом уже поле зажать уже конкретно отличными какими-то сортами или гибридами дынь, привитых на собственной подводе. Собственной подводе у тебя будет, ну, почти бесплатный, да. Это на все поле почти бесплатно. Это не не 10 штук почти бесплатно, не пачка почти бесплатная, не профпачка почти бесплатная. Это вот на все поле, мать его, у тебя может быть почти бесплатный подвой. Да еще и который катит на тыкву, на дыню, точнее. И что я хочу сказать, что, например, у нас более-менее люди выращивают гигантскую канталупу. Она у нас вырастает. Даже где похолоднее, несколько раз немножечко адаптировался именно и шаранты уже может вырастать. Вот. В принципе, чего еще душа может пожелать? Ну, какую-нибудь медвянную росу, разве что, но она менее устойчива к, опять же, к чему? К мучнистой росе и надо, наверное, применять мой биопрепарат. О моих биопрепаратах, которые работают просто на повал, тоже на моем, конечно же, канале. Кстати, подписка и лайк, вот вы можете прочитать здесь. Я уже тут забазарился, да? Короче, смотрите. Получается так, что, в принципе, в принципе, есть несколько вариантов проверить, что это за чудеса были по поводу, по поводу вот этого вот 100 килограмм с куста, да, с корня, 50 килограмм с корня, 100 килограмм с корня, 80 килограмм с корня, 25 килограмм штука. Вот что это было? Вот. Не знаю, не знаю. Но если такие борисфенчики пойдут, то это будет замечательно. Например. Ну, конечно, вы поняли, что этот борисфен, он такой украинский, как не знаю что. Вот. Очень много хороших сортов тех же арбузов, которых у нас тут нету. Ни эфак таких даже, ни сортов таких нету. Вот. Приходится смотреть, учить, выискивать. А в США уже давным-давно есть и Orange Glow уже сто лет, как прохавали какой-то Alibaba, Alibaba, который совсем не не этот как его там Green, который Gray, который Gray. Вот. Арбуз. То есть длинный такой. Ну, еще есть какой-то еврейский Малали приблизительно такой же формации. Не знаю, я ему не сильно доверяю, потому что евреи, конечно, там все орошают жестко. Но вот взял еще Alibaba взял и не взял некоторые другие штатовские сорта, которые записаны в принципе как прописаны как гурманские. То есть вот гурманские гурманские. Вот. И в принципе, в принципе они-то не хуже, чем могут быть, чем какие-нибудь користаны. Потому что с одной стороны если ты делаешь для себя что-то, то как бы да, нужно, чтобы это все соотносилось с какой-то рыночной потребностью. Вид внешний, что-то такое, да, вот. Соответственно, некоторые гурманские сорта не настолько могут быть симпатичны внешне. Вот я один прощелкал, думал, что гурманские, не гурманские, хотя это был как раз идеал, который я хотел с самого начала. Я замороченный в этом плане человек. я хотел с самого начала даже не такую расцветку, а мраморную расцветку и небольшой арбузик, круглый, где-то килограмм там 5, 4, 6, вот так вот, средний, небольшой, но урожайный при этом. Вот, на замену, ну, как вариант я нашел снежок, айс, вот, он вообще белый. Почему? Потому что он не горит, он сладкий, вкусный, и мне нужна была такая расцветка, чтобы она не горела. Вот, и это вот классика сладких арбузов, и такой арбуз есть, ему уже 100 с лишним лет, с США, я его пропустил, и вот я жалею, блин, что я его не взял, точно так же, как не взял вот эту вот штукенцию, такую бутылочнообразную, лагинарию, тоже огромная, но бутылочнообразная, но очень огромная, ну, в принципе, возможно, она может тоже нарастить большую биомассу, и огромный корень. Да, так вот, по этим арбузикам, они у нас только появляются, вот, не все эфки, даже хорошие, замечательные, да, эфка, это классно, если ты умеешь, если тебе нравится, пожалуйста, вот, ну, конечно, ты ее не сможешь адаптировать, единственное, что, а если ты уже, например, прививаешь этот арбуз, вот, вот этот, например, сто раз уже его привил, так он уже потом на прививке с твоих семян, на твоем поле уже будет сто раз лучше расти, поэтому тут, как бы, такая вещь с большой такой перспективой, сорта такие, вот, плюс они гурманские, и что я имею в виду, что вот внешний вид, да, не особо, то есть, внешний, он может быть не особо такой, вот, но, непосредственно, вкусовая гамма, вот, намного такая, вот, намного интереснее, намного интереснее, чем просто, просто какой-то стандартный арбузный арбуз, и даже вот эфки, к чему я говорю, эфки, некоторые, желтые, их просто, они популярны, их столько наделали, вот, извиняюсь за это выражение, наделали, что некоторые товарищи, вот, обсуждают арбузы, смотрят у себя на поле, ну, ну, вообще никак бы не айс, есть такие, некоторые эфки, что ну не айс, и сорта такие есть, желтые, что ну не айс, модная тема, просто рынок, кто-то решил разбавить этот рынок своей продукцией, какая получилась, ну, такая и получилась, масс-маркет, ты этот возьмешь, и это возьмешь, вот, и уже, когда в глазах рябит, немного потребитель теряется, конечно, а он, в принципе, потерян по жизни, вот, и поэтому это все как бы расходится, да, на самом-то деле, ну, ты сам думаешь, у тебя там полно уже разных черентайсов, что тебе еще надо, а ты еще хотел бы там что-то такое, такое, сякое, пересекое, просто для разнообразия, вот, и это подкупает, поэтому как бы даже я носик обычный, он может быть получше, чем некоторые эфки, потому что я же говорю, некоторые желтые эфки, они слеплены просто на скорую руку, и как бы вот так вот, на, отшибись, да, выкидывают на рынок, и люди, блин, покупают, охреневают потом, ну, такое себе, ну, эфка, ну, такое, поэтому еще вариант такой, да, по, по самим арбузам, по сортам, я же говорю, что, если брать-то кого-нибудь там, что там, лучшие какие-то американские, те сорта, которые у нас популярны, то, ну, к ним близко может подойти, например, тот же белый, цельнолистный, типа того, да, белый, он такой же сладкий, как продюсер, да, ну, вот, практически такой же сладкий, чуть менее блеклый внешне, но вкус у него офигенный, у него благородный вкус, вот, у него даже в чем-то более благородный вкус, чем у продюсера, продюсера может быть такой, более такой средний, вот, у Кримсон Свит и тому подобных арбузов, и нашей селекции, некоторые там, княжич, у него такой, такой кумовской, такой привкус, отличный арбуз, ну, такой, знаешь, кумовской, кумовской, простой такой, обычный такой, хороший такой, ну, такой какой-то, вот, ну, то есть, вот эти тона, это не просто внешность, это не просто обложка, а вот чувствуется, да, и, когда ты гурманский пробуешь сорт, ты уже понимаешь, что там действительно, там есть некоторая глубина, и все такое прочее, и ты просто не будешь для себя брать, очередную рыночную фишку, да, пустышку, да, он будет даже, вот, нормальный на вид, вот я тоже думаю, Борис Фен, он офигенный, у него может быть корень, какой, штатовский, может быть, корень китайских арбузов, ну, что вот эта вот расцветка, вот, она, опять же, очень хорошо взята, в оборот, и там, и там, и корни немножко другие, тоже там, с востока, там откуда-то, с востока, вот, ну, как бы, очень хорошо такие сорта по типу, там, пекинская радость, вот этого, все такое прочее, и некоторые штатовские, с такой же расцветкой, очень хорошие сорта, поэтому тут явно, что генетика оттуда, украинских, вот так, как понимаете, сортов в принципе не существует, украинских арбузов не существует, есть только украинские поросята, вот, ну, те, которые дикие кабаны, все, а арбузы тут никогда не росли, поэтому, понятно, откуда он взялся, откуда он, как бы, так сказать, выведен, вот, и это замечательно, потому что он уже, ну, его, по крайней мере, можно достать по дешевке здесь, вот, и в штатах я просто смотрю обсуждение, чего там кушают, и там ярмарка всевозможных бахчевых, допустим, да, и товарищи собираются делать дегустацию, и там десяток лучших сортов, да, ну-ка, давай-то мне, Кэтрин, нарежешь десяток лучших сортов, вот они вскрывают один, другой, третий, четвертый, я смотрю, и вот, блин, я вижу, что я пропустил тот, который я хотел, вот, мраморный маленький такой, классный, почему еще маленький, да, потому что большие на самом деле не надо, потому что для того, чтобы очень сильно большой вырастить, надо, ну, как бы постараться, чтобы он был сладкий, на самом деле более порционные, но правильные сорта, вот, они дают, точно так же, как и с теми же шарантами, вот, они дают возможность более полного такого налива, вызревания, вот, больше сухих веществ, в таком вот плане, вот, легче их укатать на, на качественность, поэтому для себя я, конечно же, решил, что, в принципе, в принципе, я чувствую, конечно, насколько классно есть, имею некоторый опыт, хорошие, могут вырастать, эфки, да, новую, я как бы, решил, что мне интереснее заниматься, вот, такими вот, очень-очень неплохими сортами, и, в принципе, они не хуже, вот, и, соответственно, если на эти сорта пойдут по двое, какие-то, на арбузики пойдет какая-то лагинария, потому что еще должны переехать пару-тройка, несколько лагинарий, еще у меня тут одна есть, свою я брать не буду, колбасу, потому что с колбасой у меня не получилось, колбасы не надо, вот эти, у них приживаемость поменьше, и тогда я попробую на арбузики, если арбузики какие-то пойдут, на какую-то лазу, то уже на следующий год, как показывают практики, практика, которая указана на каком-нибудь сайте, кибер-ленинга, вот, то вы знаете, что еще в Светском Союзе, когда перевивали, дыни на тыквы, и всякое такое прочее, арбузы, то на следующий и переследующий год, то есть на третий, второй, у них возрастала и приживаемость, совместимость, и вкусовые, и количественные показатели, все просто возрастало, вот, и в итоге в разы, так что это на старых подвоях, которые просто тупо, там, твердокорые, все, но прививали язычком, язычком, я же не хочу прививать язычком, я хочу букол делать, вот, букол, молодые все, все сейчас колятся, и я хочу, кстати, реклама, лучшая реклама шафрана, на моем видео, в комментарии, последнее видео про шафран, там вот в комментарии, вы можете посмотреть лучшую рекламу шафрана, ну так вспомним, для разнообразия, вот, поэтому, как бы, я к чему говорю, к тому, что, шаранты, даже в более холодных климатических зонах, чем, средняя Украина, центральная, могут вполне себе расти, и даже гигантские канталубы, гигантские только, обычно еще это не очень, вот, а гигантская еще вырастает, еще можно пытаться вырастить, так вот, потенциал какой, это одни из самых лучших, в принципе, типов, вот, и, соответственно, фиг их, как так просто вот вырастешь, на самом-то деле, то есть, надо и тепло, и, адаптация, и все такое прочее, но, в принципе, у нас они растут, вот, и, соответственно, я вижу большой потенциал, вот, если сделать подбой самому, огромный потенциал, вот, потому что, это огромные бабки, просто огромные бабки, которые ты сразу минусуешь расход, если, у меня же еще есть шаранты, которые, кстати, раз уж мы тут собрались, у меня еще есть шаранты из расщепа, хорошего, в хорошей эфке, шаранты эфки я собрал, ну, вот, похожие, похожие, похожие виды, такой вот разновидность у меня расщепа была, и я вот такие приблизительно собрал, так что, ну, они вызревали, и сладенькие были, хорошенькие, и разные были, и я вот такие как раз собрал из расщепа, и, возможно, я буду пытаться его тащить, так сказать, на сорт, может, он у меня выйдет на сорт, а может, он у меня разлезется вдрызг, я не знаю, конечно, хотелось бы сделать самому эфку, чпокнуть, то есть, хакнуть их эфку, но для этого желательно иметь две эфки, вырастить две разные эфки, две эфки шаранта, например, и переопылить одной эфкой, другую эфку, для того, чтобы потом расщеп шел, очень хитрым макаром, и выбирать с этого расщепа, те, которые похожи на оригинал шаранта, на оригинал шаранта, и хорошо при этом растут, по всем показателям, которые похожи, и хорошо при этом растут, но это тоже работа на, блин, 5-10 лет нафиг, нету, пока что я не заказал семена этих эфок, я их нигде не нашел, таких, чтобы прям, и такая, и такая, чтобы была, вот, одна была, но вторую я не знаю, где найти, поэтому, вот так вот, но тем не менее, есть сортовые, есть та моя эфка, которая, кстати, неплохо растет, неплохо, даже семечек обычно, просто, грубо говоря, посевом с тряпочки, она вырастает, и дает урожай, причем не очень-очень поздно, вот, даже без пленки, а нет, с пленочкой, но там немножко, и причем на таком среднем месте, не самом хорошем, почти без химии, и в общем, то есть, такая, что стартует, она уже адаптировалась, и эти будем адаптировать, этот уже адаптируется, четвертый год, давно купил, накупил патчет, наверное, 10, это то, что выжило, выжило далеко не все, да, так к чему я говорю, к тому, что, в принципе, в принципе, вот я попробовал на пленке выращивать дыни, и, конечно, некоторые, вот просто завались, просто вот, просто в дынях, в дынях, в дынях, вся пленка, вот, так что перспектива вот такая, вот, я так понял, но надо постараться поработать, но надо постараться поработать, и с сортами надо поработать, и с перевоем надо поработать, то есть, подвоем, если будет подвой, то это уже будет, это уже будет очень, это будет уже очень и очень, ну, что это уж, тогда шаранта можно будет раскачать так, что она даст, конечно жару может это будет не юг франции может это будет немножко не то может быть но это будет это будет массово вот и вот так вот поэтому в этом году я собираюсь экспериментировать с подвоем бахчелых экспериментировать с подвоем на арбузике и начну я с чего начну я с семян которое я получил в этом году очень их много получил возможно там есть пересев то есть возможно там есть ф . какая-то получилось на что обычно они все идут в вку обычно они все идут в пересев а их все сажал рядышком поэтому скорее всего там пересортится пересортится в скобочках f1 соответственно даже может быть и внутривидовой f1 и он тоже может катать как катить как подвой потому что из него тоже такие вот выродки маленькие образуются вырастают приблизительно как сквошики японские приблизительно как-то хрень которая вырастает из но если посадить кобальт или фар если вы погуглите попытаетесь погуглить фара кобальт и там по двое выращенные китайские выращенные на на грядке да у себя в ютубе вот вы найдете что люди как бы курят эту тему понимаете курят но так себе и курят то есть там фишка в том что они сажают f-ки они вырастают вырастают маленьких сквошиков но дальше делать не заходит на штата не дает переплода там на нету семечек только китайские дают семечки на не пустые вот если китайские семена по двое взять доросить какими-то там какими-то гармончиками для того чтобы семечки дотянуть вот то вполне возможно вполне возможно там уже f2 будет вот если уже в 2 дотянуть на гормонах семена возможно будет f3 и так вот как-то поработать поработать массовый отсев массовый отбор посев подбор отсев то тогда возможно уже такой сквош сортовой и можно будет вывести хрен знает через сколько лет и просто вот как бы более-менее не заморачиваясь на него допустим арбузики подсаживать почему потому что ну вот хорошая семечка на нее хорошо подсаживается опять же повторюсь лагинари она как бы такая ну чуть более проблемная в плане прошу проращивания в плане поведение жесткая очень и маленькая семечка на самом деле не такая большая как хотелось бы а вот узко шикану может быть чуть поболее да вот да но там тоже нужно будет следить чтобы он не перепылялся ничем тоже как бы проблема с этим проблема как бы с перепелением вроде бы не должно быть вот лагинарии все затем хорошо тем более и почти никто не выращивала так вот просто просто вот так поэтому это вот гигантская вряд ли чем перья пылиться и будет замечательно это гигантская или вот это гигантская бутылка образно вот и как бы все будет замечательно лишь бы они приживались и тогда вполне уже возможно можно получать 50-100 с куста зачем это я не знаю на самом деле но тем не менее как вариант очень даже хорошо почему нет вот потому что я беру количество корней например у меня был я носик я носики я носик я носик я носик это хреновый такой сорт с хреновой компании с д.р. а я носик был с другой компании с другой компании китайские польские семена это польский сорт так вот те польские сорта они классные он классный чем тем что он вот оригинальный он офигенный большой он более темный он более большой вырастает но обычно вырастает одна семечко две испачки мне тоже так получилось то есть любе смотрел как оно растет у меня точно также также получилось но он был самой классной так вот в чем фишка он идет потом на вторую волну так вот если вот эти вот например гигантский. Он у меня тоже шел на вторую волну, но я первый год решил, что это слишком поздно, и его убрал. Хотя, получился бы. Он бы не дозрел, но получился бы. Так вот, если вот эти вот большие семена, они пойдут в качестве подвое, пойдут чуть заранее, хорошо нарастить немножечко, чтобы эти лопухи выросли, лагинарии. В сандалите туда янусик. Пять дней подождать, чтобы оно срослось. Потом еще десяточку, пятнашку, чтобы оно разрослось. Она начала схватываться, расти. Потом еще можно на подоконнике его выдержать и выдержать и выдержать. Чуть подольше. Чуть подольше, чем обычно. И высадить. Дать ему форму такую небольшую. Соответственно, получается, что? Что? Он пойдет в рост быстрее, даст первую волну быстрее. Плюс корни разрослутся такие, что вторую волну, когда он будет давать, он вжарит быстрее. Вторая волна пойдет быстрее еще раньше. Соответственно, все даже в центре, в центральной Украине, все, что на вторую волну завяжется, возможно, даже вызреет, да? А что такое вторая волна яносика? Яносика. Если куст может тянуть там по стоке, грубо говоря, теории, это значит, что если он первый, первую волну 50 ты с него снял, то во вторую ты можешь тоже, наверное, 50 снять, допустим, да? И, соответственно, ты, грубо говоря, на той же, на том же участке, теоретически, теоретически, можешь брать, ну, двойной, грубо говоря, урожай, да? Плюс-минус, да? Вот. И вот это уже тоже интересно. Может быть, этот яносик не настолько он огромный разрастется и будет всего лишь всего-то на всего 50 целых килограмм, аж ничего себе в сумме. Но если это будет две волны, то это будет очень даже замечательно, потому что а зачем одна волна, если, в принципе, времени-то есть для двух? Если ты будешь чуть пораньше делать рассаду, он выстоится, даст корни еще на срастании, вот, еще даст корни, пройдет же это все время, вегетации, схватится, потом все-все-все-все, а потом же очень классно стартанет с такой вот рассады, уже в земле очень хорошо стартанет, потому что он уже будет сильно очень хорошо готов к этому. И, соответственно, корни дадут вот этот вот шанс, возможность тому же классному, замечательному сорту яносик. К сожалению, он темный. Я бы, конечно, хотел бы что-то такое американское, что-то типа еще как минимум оранж-глоу или что-то вот что-то вот такое же тоже масти, просто желтенький тоже, чтобы был хороший только. Ну, или японские какие-то сорта такие тоже. Ну, еще такое хорошее, вот адаптированное, желательно, наверное, из органических, американских каких-то ферм, предприятий. Там оно уже более-менее будет устойчиво, отработано. Вот. И таких сортов немало, они есть. То есть, но я не знаю, будет ли там вторая волна. Вот яносик дает вторую волну. И вот это вот тоже заманчиво, интересно, вырастить в две волны. И как раз к этому может вот подстегнуть такой вот корень, который реально сам по себе вытягивает 100 килограмм. Поэтому вот так. Поэтому вот так. И я думаю, что это логично. Вот это вот она бутылочная, типа. Вот это вот зука. Она вот как зука. Поэтому, поскольку никто не копал, все, кто копают в Ютубе, они как-то так, знаешь, копнули и в минусовочку ушли, в минус. Ничего там не получилось с их копания. Ну, я вот попытался как-то раскопать это поболее. Не знаю, получилось, не получилось. Ну, будем посмотреть. Я буду пытаться, наверное, экспериментировать и с этими подвоями, и с теми семенами, которые у меня получились. Вот с этими. И буду пытаться делать параллельно еще и конкретно уже крест между мускатом и максима тыквами. Мускат папа максима мама и мускат мама максима папа. Вот, перекрестить так и так и посмотреть, какие варианты лучше идут. Вот, мне получится два типа креста, да, там папка, там мамка и наоборот. Вот, с двух растений. Буду на двух буквально растишках, наверное, делать, места просто нет. Вот, и тогда вот я пособираю это все. Но я призываю опять же, где-то, где-то это осуществлять и как-то коммуницировать, и тогда вы будете знать, что вот у Петрова получился хороший крест между тем-то и тем-то, и он смог отличным образом подж... это... буквально уколом какую-то дыньку такую-то и такую-то перевить и замечательный был урожай. Так что вот надо бы как бы... надо бы как бы... ну, я не знаю, сообща это все делать. Я именно к этому призываю. Тогда мы это все хакнем и это вот хакнем, посмотрим, работает или нет. и Фера с Кобальтом хакнем, посмотрим, что работает, что нет. И возможно у нас будут уже вот такие вот свои подвои, свои варианты. Вот, этот рынок станет уже более дружелюбным к фермеру, а продукция станет манифик. Вот, почему Шаранта это манифик, почему Канталупа это манифик, почему Кардамон это манифик, почему Шафран это манифик, все на моем канале. Смотрите, ребят. МАС-